Захват киевской многоэтажки. Неизвестные тетушки охраняют помещение и мешают создать жителям дома ОСББ. Что за мертвые души оселились в доме? И как людям повернуть опаление и светло, за которое они заплатили, но до сих пор не видели? Захотели создать в своем доме ОСМД? Тогда готовьтесь к мощному противостоянию. Вот как эти жильцы столичного новостроя, которые уже вторую неделю пытаются изгнать из дома недобросовестного управителя. Здесь есть правление дома. Ну и что, что есть правление дома? На основании того, что создана ОСББ юридически, есть правление, которое выводит ваших сотрудников отсюда. Это сотрудники охранной фирмы. Жильцы не заказывали эти услуги. Еще раз повторяю, эти услуги заказывала компания. ОСББ существует. Что мешает вам передать документы этого предприятия? Ничего не мешает. Но в ответ одни отговорки. Месяц назад Михаил и жильцы одной из столичной многоэтажки собрались с силой духа и создали ОСМД. Они решили сами хозяйничать в своем доме, потому что недовольны услугами эксплуатирующей компании. Эта лестничная клетка идет. Этот пожарный выход не имеет естественного освещения уличного. Соответственно, на нем свет должен гореть 24 часа в сутки. Вот есть стояк, он отключенный. Соответственно, данная площадка, она особо не убирается. Но, к сожалению, за уборку вот этих лестничных клеток, в том числе и пожарных этих лестниц, наш дом платит в общем в месяц 42 тысячи гривен по их тарифу. Они экономят. Вот еще один стояк, он тоже отключенный. Свет отключен, это экономия идет за наши средства. У нас пожарные рукава, они отсутствуют. Вот у нас пожарные щиты. Вот в таком они состоянии. Это новый дом, да. Здесь должны быть пожарные рукава? Да, все правильно. Нет их и так и не было. А, здесь вообще пожарный щиток, походу, кто-то себе оборудовал, да, под шкафчик, что-то там хранит, наверное. Ну, как пожарник должен взять отсюда пожарный рукав. Как такое вообще возможно? Ведь в доме аж 24 этажа. И за это тоже отвечает эксплуатирующая компания. А это грубое нарушение пожарной безопасности. Вот еще один пожарный щиток. Также его открываем. Да, ни единого рукава. Мы на любой этаж можем подняться пальцем, покажите, поднимемся и та же самая ситуация. Ну, мы даже не знали, что нам так должно быть и как должно быть. Мы же не инженеры, не строители, мы не понимаем эти вещи по факту. А у Елены в квартире на 19 этаже этого же дома вообще нет отопления. И только представьте, никогда и не было. У меня есть две батареи, которые не функционируют, то есть они текут. Вы самостоятельно ставили батарею? Нет. Смотрите, мы ничего не ставили. Батареи здесь стояли. Вот когда мы купили эту квартиру, здесь ничего не было. Были только батареи. Вот эта батарея и вот та. Идемте сюда в комнату. И эта батарея, они будут течь. Если вы посмотрите, она даже кривая. Я написала в *** тогда письмо и попросила, можете ли вы подтвердить, что они не будут в отопительный сезон течь. Приходит комиссия ***. Когда меня дома не было, была нянечка. Вот они сказали, вы сделали перепланувание, опали увольного обладания. И поэтому мы об этой батарее вообще никакого отношения не имеем. Чинить их не будем. К вам никто не придет. Елена собрала кучу документов и писем. Но все как крик в пустоту. Мы хотим получить сервис, но мы получаем только хамство от них. Хотя мы и купили квартиру за деньги, и мы платим ежемесячно за обслуживание. Мы просто живем два года. У нас нет отопления, потому что мы... Все эти два года квартира не отопливаются? Да, не отопливаются, потому что они мне отключили батареи. Вот. И мы отопливаем электрическими обогревателями сейчас. К слову, эту обслуживающую компанию жильцы не выбирали. Ее навязал застройщик при передаче ключей от их квартир. Такой договор, не подозревая неладная, подписали все жильцы в обмен на ключи от квартир. А в итоге кошмарное обслуживание. А в подвальном помещении, по словам жильцов, их эксплуатирующая компания поселила непонятных людей, которые там, походу, устроились плотно и надолго. Вот и постелька, и плита, и душ, и гладильная досточка. И только жильцы возмутились и создали ОСМД, в дом нагрянул нежданчик в виде тетушек. У нас, когда произошел момент, скажем, физического захвата дома, когда мы разместили свою охрану здесь на местах, где должны быть консьержи, да, приехали здесь, скажем, ребята, неизвестны, кто они были, силовым путем охрану выбросили из этих помещений. И на следующий день у нас исчезли стенды, их оборвали. Просто здесь дюбеля, полтора метра на метр были стенды под стеклянными дверками. Их сняли, что ли? А по дому разлетелись листовки с содержанием. К чему ОСББ – це лохотрон? У жильцов все подозрения, что корень зла – бывшая обслуживающая компания. Очередные сборы жильцы открыто заявляют, они в услугах обслуживающей компании больше не нуждаются. Но тут внезапно подключились мертвые души. Вы как собственник, вы удовлетворены качеством услуг, которые предоставляет предприятие обслуживающее? Удовлетвориться качеством услуг нельзя никогда. В данной ситуации у нас неплохо. Можно попросить жильцов, которые поддерживают ОСББ, переместиться в одну группу? И остаться тем, кто против? Можно так сделать? И останьтесь, пожалуйста, тем, кто против ОСББ. Вот здесь. Ну вот, смотрите, это показатель. А теперь прокомментируйте, пожалуйста, почему вы так настаиваете. Ситуация такая. По протоколу где-то у них 220 человек проголосовали за ОСББ. Да. В доме живет 400 собственников. А вы жили? Вы проживаете здесь, скажите? У меня квартира, у меня нежилое помещение. Не имеет значения, проживает ли человек здесь. Вы поняли прекрасно, видим, да, разницу. Кто у нас за ОСББ, только маленькая часть людей, которая смогла прийти. Этот человек вообще не является нашим собственником. Он представитель других нежилых помещений. А вы кто вообще? Я представитель собственника одной из квартир, одной из нежилых помещений этого дома. И я имею законное право здесь присутствовать. Но количество недовольных нововведениями, как я вижу, очень критическое. Буквально пять человек. А поклонников ОСББ, кажется, весь дом. И закон на их стороне. Это более чем поддерживается действующим законодательством и, скажем так, местной властью. Тогда почему обслуживающие предприятия препятствуют работе ОСББ, а в частности не отдают те же документы. Блокирующая организация, которая не хочет терять нагретое место, соответственно, она делает все, чтобы, а, признать регистрацию недействительной ОСББ, признать протокол о переходе дома недействительным, всячески дистредитировать работу ОСББ. Тянуться эта история может долго, год и два, но жильцы в этом доме настроены решительно. Так что я надеюсь, что все решится мирным путем. А я буду следить за этой темой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok